На Купенском направлении продолжается российская атака у Новой Егоровки. Два раза в районе Первомайского и недалеко от Кисловки била авиация российских оккупантов. Это данные от украинского генштаба по состоянию на 16.00. Детальную оперативную обстановку на этом участке фронта обсудим с военнослужащим 77-й отдельной аэромобильной бригадой вооруженных сил Украины Виктором Петровичем. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. Ранее генштаб Минобороны Украины сообщал о том, что одна из самых острых ситуаций на фронте приходится именно на Купенское направление. Какая обстановка сейчас? Расскажите. Смотрите, в области ответственности нашей бригады обстановка напряженная. Уже больше месяца. Почти каждый день штурмует наши позиции. Почти каждый день наши воины отбивают эти штурмы. Ну, скажем так, меньше наши ребята попадают в медиа. Как-то меньше обсуждений публичных нашего участка. И я связываю это с тем, что просто очень хорошо на данный момент наши ребята держат этот отрезок фронта, который верен нам в ответственность. И потому никаких успехов на нашем отрезке фронта нет. Но очень постоянные сильные штурмы, особенно последнюю неделю, бострились, используя технику, используя танки. А какая тактика в целом? Что это за штурмы? Как они выглядят? Это мясные штурмы или, возможно, какие-то другие Российская Федерация придумала? И какие цели, собственно? Ну, очевидно, что цели оттеснить, прорвать фронт, создать ситуацию, когда нужно будет и на наш участок фронта какое-то подкрепление давать, чтобы растянуть силы вооруженных сил Украины. Скорее всего, такое задание. Характер штурмов разный. В основном стараются на бронетехнике проскочить поближе к позициям, десантироваться с бронетехники, ну и дальше наступать уже на позиции. Также практикуют и, ну, скажем так, и мясные штурмы тоже практикуют, когда без техники гонят просто на убой. По врагу работает артиллерия, работает FPV. Ну, и это такая апокалиптическая картина, когда просто идут люди, ну, на смерть, фактически на смерть. Это даже немного страшно смотреть по трансляциях с дронов, потому что видно, что они вот прилетают рядом с ними, они дальше просто идут с таким каким-то чувством безусходности ситуации, потому что мы точно знаем, что сзади их подгоняют, подгоняют там пулеметчики, то есть есть заградотряды у них, которые абсолютно реально гонят их в бой. Скажите, а известно ли вам о том, что из себя представляют эти заградотряды? Имеется в виду, кто конкретно их представляет? Ну, по-разному, по-разному. Ну, видно, с дрона видно, что идет группа, и... У нас небольшие проблемы со связью. Это вполне понятно, потому что Виктор Петрович находится на передовой, и очевидно, что интернет там работает со сбоями. Виктор, вы возвращаетесь... Здесь интернет? Я вернулся, да. Я вернулся. Мы говорили о том, что представляют из себя эти заградотряды, из кого они сформированы, возможно. То есть там точно из кого они сформированы, неизвестно, но есть, ну, видно по видео с дронов, что идет группа, и позади группы двое-трое человек, которые их подгоняют. Также были пленные, которые говорили, что есть сзади немного пулеметчики, которые, соответственно, тоже подгоняют их идти дальше штурмовать. Ну, вот они упираются в нашу защиту, да, и дальше продвинуться не могут. Ну, и не могут отступать назад, потому что сзади их подгоняет пулемет. Слушайте, я... Вы знаете, это даже не вопрос, это что-то из разряда умозрительного, но если речь идет о том, что в наступление, в атаку идет группа российских оккупантов, а за ними два-три пулеметчика, неужели эта группа, ну, даже слово группа подразумевает, что это больше, чем два-три, они не могут развернуться, и что-либо сделать с этими пулеметчиками, которые их подгоняют на верную смерть? Ну, очевидно, что, не знаю, их так психологически накачивают, что они очень сильно боятся тех, кто их посылает в бой, вот, и невозможно их бояться больше, чем, возможно, даже смерти. Вы упомянули о том, что используют бронетехнику. FPV-дроны используют? КАБы насколько интенсивно залучают к боям? Используют КАБы, используют FPV-дроны. Наши рэп-системы эффективно работают с дронами, часто сажают FPV, перехватывают управление, ну, то есть не перехватывают управление, трубают управление, падают, работаем против их дронов, но, скажем так, наши дрончики, как мне кажется, более эффективны. Я не знаю, почему, не знаю, в чем секрет именно наших дрончиков, нашей роты ударных беспилотных систем, но они прям очень эффективно работают и очень много уничтожают бронетехники. Чтобы вы понимали, где-то за месяц это больше 50 единиц разной бронетехники, танков, БМП. Продолжая разговор о технике, вы сказали о том, что бронетехники очень много, а какие-то образцы, это новая техника или снятая со складов? Ну, кстати, на нашем направлении используют прям новую бронетехнику, то есть это БМП-2, если там усовершенствованные, модифицированные, если не изменяют память, и вот танки П-90 прорыв, да, могу путать сейчас. Виктор, спасибо вам большое, что защищаете Украину, и спасибо, что присоединились к нам в эфире. Виктор Петрович, военнослужащая из 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины обсудили ситуацию на Купинском участке фронта. Продолжение следует... Продолжение следует...